Добрый вечер! Итак, 11 матчей сегодня состоялось. 50 минут у нас на все про все, поэтому времени терять не будем. И сразу же приступаем к тем играм, которые состоялись сегодня. И начинаем с матча, который прошел в Астане, где Борис принимал Сибирь. Сибирь перед этой встречей еще имела шансы на то, чтобы выиграть Восточную конференцию. Но для того, чтобы эти шансы сохранять, нужно было побеждать в очном противостоянии. Но эта встреча началась с драки. Довольно бодрой драки. Рыспаев и Меншиков уже дерутся не в первый раз. Ну и вот вторая минута нам подарила эмоции. Могли бы и продолжить. Судьи не дали им продолжить этот махач. И, наверное, дальше было бы намного интереснее. Ну там только на колено присел Меншиков, тут же присели на них лайнсмены. В общем, солидарен с тобой. Любопытно было бы посмотреть, чем бы это все закончилось. Два периода этого матча заброшенных шайб не принесли. Хотя моменты отличные были, как у одной команды, так и у другой команды. Но если уж забегать вперед, то побольше работы было у голкипера Бориса. Павел Пуэктов сегодня оказался на последнем рубеже. И он же стал одним из героев этого матча. Ну и Салок. Салок также действовал в большинстве эпизодов очень уверенно. И здесь справляется он с броском Баченский с близкой дистанции. Здесь Коскиранта нагнетает обстановку. И вот что происходит за четыре с лишним минуты до окончания основного времени. Шайб получает Далман, щелкает 1-0. Да, отличный бросок. Передача, отмечаем передачу Баченского. Через середину он подкидочку отличную отдает. Ну и Далман в очередной раз бросает отменно. И, конечно же, определенный трафик перед воротами. Бросок у него что надо? Вот вообще Гуськов бросал лучше Далмана? Ну и бросает. Это провокационный вопрос. Я бросаю неплохо, я отвечу так. Не хуже Далмана. Понятно. Ну вот этот бросок Кевина Далмана позволил Борису победить. И вот эта победа, во-первых, позволяет Борису забронировать за собой пятую позицию. И это означает, что уже одна пара на Востоке известна. Авангард против Бориса сразятся в первом раунде Восточной конференции. Ну и помимо этого Сибирь остается на второй позиции. Теперь она уже с нее никуда не сдвинется. Давайте послушаем, что сказал автор единственной заброшенной шайбы в этой игре Кевин Далман. Игра сегодня была сложной для обеих команд. Ведь все ведут борьбу за удобные места в плей-офф. Сегодня у нас отлично сыграл воротарь. Да и тренерскую установку мы выполнили на 100%. Но, конечно, воротарю было сложнее всего. Столько бросков в его ворота. Я соглашусь, что в прошлой встрече с Сибирью мы играли на другом уровне. У нас вообще был непростой период. Но мы пережили его и вернули свою игру. Теперь нам надо сохранить тот же настрой на весь плей-офф. Кевин Далман, защитник Астанинского Бориса, упомянул предыдущую игру против Сибири. Та встреча закончилась крупным успехом новосибирцев со счетом 4-0. Но трудно спорить с Далманом, который говорит, что воротарь сегодня стал основным виновником торжества Астанинского. 36 бросков он отразил. Да, очень хорошие атаки были в исполнении Сибири. И, несомненно, Полуэктов сегодня заслужил похвалы. Ну и Далман осталось чуть-чуть дотерпеть до буллитов или до овертайма. Но все-таки распечатывал он ворота Сибири. И, наверное, еще украсил эту, так скажем, скучную игру по голам, по результативности драка Респаев-Меньшиков. Работал Респаев, ждал этого вызова и готовился, я думаю, к этой игре. И ждал этой драки. Не дали им продолжить эту драку, возможно, она была по продолжительности чуть больше. Но мы ждали еще один раунд, но, к сожалению, еще один раунд не состоялся. Ну, кто его знает, может быть, команды пересекутся в плей-офф. Все может быть, констатируем вторую подряд победу Бориса и вторую подряд победу с сухим счетом. До этого был обыгран в Астане Новокузнецкий Металлург. Двигаемся дальше и теперь отправляемся в город Уфа, где Салават Юлаев принимал Новокузнецкий Металлург. Это уже не первая встреча между этими командами. Были разные результаты, побеждали разные команды при разных обстоятельствах. Ну, наверное, самая памятная встреча между Салаватом Юлаевым и Кузней – это встреча в январе, в начале января, когда Салават Юлаев проиграл, лидируя в счете со счетом 4-1. Первая шайба была заброшена на 44-й секунде второго периода. Тему «Харти Кайнен» автор гола. Да, Кольцов отлично прочитал передачу, закрыл зону. И Харти Кайнен дежурил уже на пятаке и добил эту шайбу сразу же в касании. Очередная результативная передача от Кирилла Кольцова. На 25-й минуте Стоа восстановил равновесие. Достаточно острый угол, бросок. Борьба двух игроков, конечно, Сахацкому помешала это. Не видел момента броска, увидел шайбу только в сетке ворот. Немного времени прошло, и Салават Юлаев вновь вышел вперед. На сей раз отличился Андрей Зубарев. Подключился к атаке. Если первый бросок Зубарева пришелся в игрока Кузни, подобрал он шайбу, и вторым броском уже оказался очень удачливее он, нежели вратарь Новокузнецка. Подытожил второй период матча другой защитник Салавата Юлаева, Артур Скулда. В позиционной атаке Хартиканин нашел на синей линии Кулду, и бросок с кистей. Опять-таки борьба перед воротами. Не видит вратарь ничего, шайба залетает в ворот. Еще одна шайба была заброшена в этом матче, и вновь она на счету латышского легионера Салавата Юлаева. Артур Скулда в меньшинстве дубль оформляет. Неточный пас в средней зоне. Когородов подключает Кулду. Двоем выходит у финца на одного защитника. Кулда решается на бросок. Делает это шикарно и точно в угол низом посылает шайбу. В притирочку прямо. И оформляет дубль. Не так часто забывает этот защитник, но сегодня сделал дубль красивым. Поистине праздничный день для Кулды. Но вот знаешь, Салават Юлаев у нас оформил участие в плей-офф. И вот после того, как он это место себе забронировал, так и поувереннее заиграл. Ну ты знаешь, не могу я так сказать, что вот прям поувереннее. Все равно такие качели, и не найдут они еще такой своей игры. Уверенной, стабильной. Ну сегодня и соперник был не такой уж важный и не такой уж грозный. Попытался наукузнецк что-то сделать. И после пропущенной шайбы практически сразу сравнял счет. Наверное, если бы не практически сразу Салават Юлаев не вышел вперед вновь, то кто его знает. Да, конечно. Но сразу уфимцы поставили все на место. Показали, что они сегодня собираются выиграть, а никак не отдавать победу. Тем более, играли дома. Надо выигрывать. Слушаем автора дубля в составе Салавата Юлаева. Сегодня четко сыграли. Вся команда играла хорошо и в средней зоне, и в своей. Удачно реализовали моменты. Поэтому все так очень рады, что наконец-то показали хорошую игру. Я думаю, сейчас все команды из всех защитников много играют. И просто сегодня так удачно сложилось, что забили. Вся пятерка хорошо сыграла, то есть удачно. И нас там вывели на бросок. И просто хорошо попали. Это заслуга не одних из нас, а всей пятерки. Артур Скулда, защитник Салавата Юлаева. Человек, который сегодня в матче против Новокузнецкого и Металлурга отметился дублем. В Челябинске сегодня в пятый раз по ходу сезона играли «Трактор» и «Магнитогорский металлург». Перед сегодняшним матчем исключительно побеждал «Магнитогорский клуб». Ну, давайте теперь смотреть, чем закончилась пятая игра между этими командами. Ну, вот последний матч, который состоялся в «Магнитогорске», закончился победой «Магнитки», но в овертайме. Чем дальше, тем сложнее «Магнитки» играется против «Трактор». Ну и сегодняшняя встреча обещала быть тяжелой. Первая шайба в матче была заброшена за 4 секунды до окончания первого периода. Тимкин остановил шайбу, которая двигалась по борту, и сразу же бросил, и Потехин подставил шайбу в борьбе с защитником. Сумел он это сделать. Ворота «Трактора» сегодня защищал Василий Демченко. Не ожидали мы, что «Гарнет» сегодня будет в запасе. Фрагменты второго периода пошли, и «Магнитка» вот в этом отрезке доводит свое преимущество до двух голов. Отличился «Терещенко». Да, играли в большинстве «Магнитогорск». Не только первая тройка и пятерка умеют реализовывать, но вот «Терещенко» показал, как может он бросать сходу. Бирюков отдал ему передачу, удобно, бросок и вот, пожалуйста. А бросок, так смотришь, не хуже, чем у «Далмана». Возможно. «Трактор» сумел сократить отставание до минимума, играя в пятером против троих. «Ружечка» поднялся на место защитника, отыгрался он с «Квинтом» и сходу бросил хорошо. «Кошечкин» был закрыт и не видел шайбу. «Трактор» реализовал только одного игрока, они продолжили действовать в большинстве. Ну и вот еще один бросок состоялся поворотом, с ним Василий Кошечкин справился. Но вскоре Ян Коварш восстановил былое преимущество в счете для «Магнитки». Обманул Коварш всех, спрятался за воротами, подождал пока шайба окажется у него и так хитро выкатился и между ног просунул шайбу. Еще одно большинство от «Магнитки» и вновь оно оказывается результативным. Ну, опять не первое звено, другие ребята, но реализовывают, забыли на пятаке «Осулу», который разобрался, бросил в девятку. Здорово. «Трактор» в середине третьего периода получает возможность поиграть в большинстве. И это большинство тоже заканчивается взятием ворот. «Давыдов» стреляет и попадает. Да, отлично и удобный пас от «Квинта», вытянул он чуть левее шайбу, сбросил и оставалось только «Давыдову» хорошенько приложиться так, чтобы шайба попала в ворот. В оставшееся время игры ни «Трактор», ни «Магнитка» отличиться не смогли. Шесть заброшенных шайб в этой встрече, четыре из них при игре в большинстве. Это вот такой основной фактор, ключевой фактор победы одной команды. То есть игра в большинстве стала ключевым аспектом. Это очень важный фактор, конечно же. И тем более сейчас в преддверии плей-офф. Уж плей-офф, как говорится, игра в большинстве будет самым важным моментом в игре. Что касается сегодняшней игры «Трактора», было хорошее движение, неплохо начали они игру, хотя и провели первую смену у себя в зоне практически минуту. Но там без бросков, да? То есть возили шайбу по бортам, они не пустили остроатакующую тройку на броски, и это, наверное, главное. Да, согласен. Имели три момента, три раза играли в большинстве игроки «Трактора», не сумели они из этого извлечь ничего. В то время, как за четыре секунды до конца первого периода получили гол в раздевалку. Такой ненужный гол и очень обидный для «Трактора», так как игра в первом периоде была обоюдостная, равная. Но при этом «Трактор» имел еще возможность забить гол в большинстве. Второй период у «Трактора» не получился. Пошли удаления. Такая нетипичная история для «Трактора» последних матчей. Николишин как раз очень серьезно дисциплинировал свою команду. И сегодня какой-то сбой произошел. С чем он связан, на твой взгляд? Ты знаешь, заставили просто игроки-магнитки, заставили фалить. То есть все удаления подряд практически был удален. Бородкин, Петров, Васильченко и Булес. Просто потому, что проигрывали определенный момент. И надо было исправлять ситуацию. А исправить ее только можно было, лишь сфалив на игроке. И тем самым перевели игру к себе в зону. Так как все мы знаем, как разыгрывает лишнего магнитка. И сегодня показала магнитка, что не только первое звено может забивать. И сегодня отличились другие ребята. Андрей Николишин, наставник «Челябинского трактора», дал комментарий после матча. Результаты 4-2. Не в наше поле. Все остальное будем разбираться завтра уже. Но, если честно, мы никак не можем... Может, чемпионат заканчивается, а мы никак не можем понять, как нас судят. Нас каждый раз по-новому судят. Поэтому отсюда и такая вот чехарда. За какие-то моменты нас удаляют в одной игре, в другой игре не удаляют. Поэтому здесь проблема не в том, что мы нахватали много удалений. Проблема в том, что мы не знаем, как нас судят и за что нас удаляют. Ну, чуть другая версия Андрея Николишина. Мы говорим о том, что «Магнитка» добавила, и «Трактор» где-то в каких-то эпизодах перестал успевать. А тут вот поднята тема работы судей, трактовка эпизодов. То есть, может быть, где-то в других матчах тоже действовали так вот на грани, не давали. Возможно, Андрей прав. Но вот именно в сегодняшнем матче для меня сомнительным было лишь удаление Петрова. Когда «Магнитка» убегал 2 в 1, и «Зарипова» он как бы цепанул, не цепанул, просто ударил. Данис упал, сразу же поднята рука вверх. И две минуты это вот единственное было. А остальные, по-моему, все было как надо. И судьи вроде бы неплохо отсудили, но Андрею Николишину что-то не понравилось. Это его право. И, возможно, судьи в следующий раз учтут это и будут относиться по-другому к игроконтрактору. Но хочется, чтобы все-таки судьи были всегда последовательны. Они сегодня дают, завтра не дают. Об этом, кстати, многие говорят. И тренеры, и игроки. И этого хочется, и хочется всем, начиная от игроков, заканчивая тренером. Нужно качественное судейство. Чего мы пока, в принципе, хотим добиться, пока не видим этого. Тренеры ошибаются с выбором тактики на матч, с выбором игроков на встречу. Игроки ошибаются, теряют шайбу. Наверное, и судьи тоже. Ну да, конечно, и судите за это. Конечно, не будем их ругать, оставимся как есть. Да и не собирались. Первую шайбу в сегодняшнем матче забросил Богдан Потехин. Он с удовольствием пообщался с нами уже после игры. Все все прекрасно понимали. Игроки, конечно, на Уральской дерби здесь. Не надо лишних слов, каких-то там разголосков тренера, подсказываний. Ребята все настраивались. От этого никуда не дед. Хороший матч ожидал. Так оно и получается. Булит, это булит всегда, в принципе, одно и то же дело. Ну, не получилось. Вратарь хорошо сыграл, переиграл, наверное. Хороший вратарь, как незнакомый. Знакомый вратарь хорошо играет, где-то похож на Майкла Гарнета. Ну, сегодня он оказался сильнее на булите. Богдан Потехин, человек, который открыл счет в Уральском дерби, мог сегодня забросить и две шайбы, но, правда, не реализовал булит. Попытался он сделать все красиво, но, к его сожалению, вратарь трактора сыграл отлично в этой ситуации. В Ханты-Мансийске сегодня Югра принимала автомобилист. Югра уже давно лишилась шансов на плей-офф, а автомобилист в предыдущей своей встрече забронировал себе участие в Кубке. Давайте смотреть, как очная встреча прошла. В воротах Браст у Югры был человек, иногда чудит. Вот и в этом эпизоде подарил шайбу на ровном месте. А зато вот в этом эпизоде Браст сыграл просто здорово. Там и партнеры помогли. В первом периоде была заброшена одна шайба, и эта шайба на счету датского легионера Филиппа Ларсена. Никита Гусев увидел подключение Ларсена, своевременный пас от него, и смотрим, хороший бросок, пожалуйста, залог этого гола, успеха этого гола. Поэтому все было здорово и исполнено мастерски. Вот момент, который был у Булянского, затем бросок от Магогина негодует Емелин. Как так? Почему? Они же восьмерки, надо успокоиться уже, я думаю, Анатолий Анатольевич. Тут, в общем-то, у автомобилиста была возможность и повыше подняться. Сейчас-то после поражения в данной игре автомобилист уже выше восьмой строчки не поднимется. Но ведь на тот момент еще шансы на то, чтобы чуть-чуть пойти вверх оставались. Барри Брас очень хорошую встречу провел сегодня, и он победил, он помог победить своей команде. Ну, вряд ли кто-то от данного противостояния ждал какой-то феерии. Ну, может быть, все-таки ожидаемо было, что голов все-таки побольше будет. Ну, Югра играет последние две игры очень хорошо. И в продолжение темы я хотел бы сказать про автомобилисты и про то, что все, надо выдохнуть уже, ребята. Я имею в виду про автомобилисты. Подожди, а поле обжиг? Пока, пока. То есть на время. Ну, а сегодня они проиграли, да. Но самое главное, что они выиграли буквально на днях в Нижнекамске. Я думаю, отдали эмоции все и сегодня вышли уже не с таким настроем. А почему я говорю, чтобы они выдохнули? Потому что недавно Леонид Вайсфельд сказал, мы бы с удовольствием сыграли бы плей-офф против Казани, когда автомобилист выиграл у них в Казани на их площадке. Поэтому я считаю, что автомобилист должен сейчас спокойно готовиться и к встрече Казани уже делать... Ну, пока не гарантированно. Эта пара пока еще потенциальна. Акбарс поднялся на первую строчку, но там тоже борьба идет. Магнитка, может быть, на первом месте. А здесь, наверное, соперник не такой уж и желанный для автомобилиста. Ну, Казани осталось сыграть с Нижнекамском. Конечно, Нижнекамск тоже не подарок. Но, на мой взгляд, Казани очень хочется закончить первым, чтобы на всех этапах было домашнее преимущество площадки. То же самое хочет Магнитка, которая играет в последнем матче регулярки против Лады. Ну, с Ладой тоже не получается в Магнитке таких легких игр. Но я думаю, что стоит просто дождаться послезавтрашних матчей, и мы все узнаем сами, кто с кем будет играть в плей-офф. Ну, а сейчас, собственно, смотрим фрагменты матча Лада-Акбарс-Казань. Сегодня эта встреча прошла на Тольяттинской территории. Акбарс, вот как раз в случае победы, мог возглавить Восточную конференцию. Ну, и у Акбарса в последнее время проблемы с результативностью. Ну, сегодня удалось забить первыми. Гостям Мирнов отличился. Хороший бросок. На скорости он получил шайбу от Азиведа. Бросил в ближний угол. Наверное, вратарь должен ловить такие шайбы. Еще одна шайба была заброшена в первом периоде. На сей раз отличился Мюллер. Не хватало этого киста казанцам. Решил тут защитник Лада показать свое мастерство, обыграть Мюллера. Ну, не удалось. А удалось получить гол в свои ворота. Азиведа и Мюллер сразу наказали за эту ошибку. Таким образом, 2-0 после первого периода. Кстати, в воротах Лады сегодня Семенов был, а не Глаз. И вот так Семенов пропустил третью шайбу в матче. Это уже второй период. И гол от Михаила Глухова. Да. Куда побежали игроки Лады? Непонятно. Шайбу обувь. В буфет. Все внимание на шайбу. Глухов один на патаке. И после передачи он между ног забивает вратарю. И вот какие-то Лады выбегают из буфета. Несутся к воротам Казанского Акбарса и организуют. Да. Все-таки один гол. Но смогли они забить. А так сходу движение на ворота. Тут Валуйский бросает створ. Отскок. Ну и Слобода оказывается первым на добивание. И шайбу забивает. Вот так вот размочили Нильсона. Сергей Светлов указанием на последние минуты матча. Лада играла с пустыми воротами. И Лада в результате получила в эти пустые ворота Артем Лукаянов. Да. Не знаю, что хотелось сделать Лада. Может быть так потренировать на будущее. Игру 6 на 5. Но в этой встрече им в принципе сегодня ничего не светило. Мне кажется, Казанский Акбарс это не лучшая команда для тренировки. Ну а и сразу же Казань показал, что ребят, с нами не надо делать. Вот вам, пожалуйста, еще четвертый гол. Давайте закончим. Слушай, ну вот говоришь, что автомобилист должен выдохнуть. Должны выдохнуть немножечко и болельщики в Казани. Да и сами хоккеисты Акбарса прорвало сегодня наконец-то. Поскольку вот на длинные дистанции Акбарс ограничивался одной заброшенной шайбой в течение 60 минут. Причем в играх не с самыми сильными соперниками. Сегодня все-таки Акбарс продемонстрировал свой класс. Акбарс сегодня использовал те моменты, которые позволил им создать лада. Просто две грубейшие ошибки в обороне. Первую подарили шайбу, когда защитник стал обыгрывать в своей зоне. А вторую просто забыли глухого. Куда-то побежали все уже в атаку, когда шайба еще находится у игроков Акбарса. То есть и создав себе эти моменты, они просто реализовали и, наверное, рано говорить о том, что Акбарс все, нашел свою игру и сейчас он будет по четыре шайбы забивать в каждом матче. А вот мы сейчас и посмотрим, что говорят представители казанского Акбарса, в частности, Джастин Азиведа. Согласен, что Акбарс сейчас чувствует себя лучше. Сегодняшняя игра – одна из лучших для нас за последнее время. И в данном случае не важно, что за соперник нам противостоял. Главное, мы наконец-то заработали три очка. Надеюсь, теперь мы будем только прибавлять и в плей-офф пойдем в полной боевой готовности. Джастин Азиведа, нападающий казанского Акбарса, доволен тем, что клуб победил. И победил уверенно Джастин Азиведа, равно как и казанский. Болельщики надеются на то, что вот на этом казанский клуб не остановится. Ну и мотивация соответствующая. Опять же, борьба за первое место. Нефтехимик нужно обыгрывать железно. И тогда Акбарс спокойно выиграет конференцию. И начнет плей-офф с «Автомобилистом». Я думаю, для них это будет очень хороший соперник для первого раунда. Ну, то есть тут все сходится. И «Автомобилист» хочет играть с Акбарсом. И Акбарс вроде как не против играть с «Автомобилистом». Удачи этим двум командам. Посмотрим на их играх в плей-офф. Да и пусть сойдутся они в первом раунде. А теперь в Минск путь держим. Сегодня там состоялось «Динамовское противостояние». В гости к «Минчанам» пожаловали представители Латвии. Рижского «Динамо», которые вот уже на второй матч подряд выходят, зная о том, что в плей-офф нынешнего сезона они не сыграют. В воротах Минского «Динамо» сегодня трудился Ларс Хауген. В воротах Рижского «Динамо» сегодня действовал Седлочек. Работа была и у одного, и у второго. И очень долго оба галкипера справлялись со всем, что летело в створ их ворот. Ну, недотерпели «Динамо» буквально 11 секунд. Рижские «Динамо». Рижские «Динамо», да. И все те же лица, все те же наманежи. И опять легионеры «Динамо» делают игру. Да, очень многое, конечно же, зависит от действий легионеров Минского «Динамо». Ну, там такое преждевременное празднование было. Шайба линию ворот не пересекла. Ну, и действительно, за 11 секунд минские «Динамовцы» сумели вырвать победу. Шайба на счету Райана Вески. Мы этот эпизод вот сейчас и наблюдаем. Элисон, передача на Ленгле, Ленгле дальше на Вески и 1-0. Опять все поучаствовали в этой атаке. Начал атаку Элисон, отыграл двух игроков. Дальше сыграл на Ленгле. Ну, а последний нашел Вески на пятаке. Вески в борьбе с защитником забивает. Это был гожданную для «Динамо» Минского шайбу. Минская «Динамо» побеждает. Сухари оформляет голкипер команды Ларс Хауген. И теперь мы с уверенностью говорим, что Минская «Динамо» занимает пятую позицию. Ну, в общем-то, на этой пятой позиции они давно находятся. И если бы не последние результаты, нестабильные результаты Минского «Динамо», никаких бы сомнений и не было относительно того, что они на этом пятом месте закончат. А так вот они немножечко появились. Ну, да. Сегодня они укрепили это положение. И уже на пятом месте спокойно будут готовиться к плей-офф. К «Йокериту» или к «Динамо»? Мне кажется, что вот к этим соперникам спокойно готовиться просто невозможно. Ну, по крайней мере, от них уже ничего не зависит. Будут смотреть и уж болеть будут за того, с кем они хотят встретиться в первом раунде. А с кем, ты думаешь, Минску попроще будет играть? Вот в Минске говорят, что очень не хотят играть с «Йокеритом». Но зная, как мощно выглядит московская «Динамо» в плей-офф, тут тоже не подарок. Ну, мне кажется, Йокерит предпочтительней. И для первого раунда плей-офф тем более, что «Йокерит» как-то сейчас играет ни шатка, ни валка. Мы видим, что не все так хорошо. Может быть, тренер, может быть, разберется. И есть время разобраться с игроками, чтобы они уже не валяли дурака, так скажем, а начинали играть в тот хоккей, который мы видели в начале чемпионата, как «Йокерит» уверенно, стабильно выступал. Сейчас пока этого не видно. И, может быть, и стоит как раз «Динамо». Сейчас пока непонятки внутри команды Йокерита, я имею в виду. Может быть, сейчас их взять тепленькими и обыграть их в первом раунде. Ну, все равно, несмотря на то, что Йокерит играет нестабильно в последнее время, в пяти последних играх Йокерит одержал только одну победу, но все равно кажется, что они играют с большим запасом. То есть команда не выкладывается на 100%. Зачем? Со всеми попробовали свои силы. Мне кажется, Йокерит понимает, что с кем бы ты ни сыграл в первом раунде, все равно ты будешь являться фаворитом. И неважно, опять же, с кем играть во втором раунде. Тем более, да, они первый вообще сезон в КХЛ, и я не думаю, что они за год вот так прям досконально изучили все команды и знают, кто играет в плей-офф так, в регулярке, в другой хоккей. И поэтому, наверное, именно Йокериту без разницы, на кого выходить. И они просто должны быть уверены в своих силах. У них хорошая команда, просто надо сейчас чуть-чуть гаечки подкрутить и выйти на вот эту прямую уже в полном составе и с хорошим настроением, и с хорошей игрой. — Финов всегда считали отменными кубковыми бойцами, и даже бытует такое мнение, в тех командах, в которых есть достаточно много финских игроков, они имеют некоторое преимущество. — Ну, ты знаешь, есть такая финская система, что ли, и тренера, вот финны, в основном так жестко к этому относятся. И примерно следующие слова, например, если ты не в системе, значит, ты не в команде. То есть и многие тренеры финские не позволяют делать кому-то, там, той же тройки, которая умеет, даже умеет играть в хороший хоккей, комменционный, но не вписывается в схемы в определенные тренерские, то тогда этих игроков, я думаю, скорее всего, не будет в команде. Даже говорить о тех игроках, вот о первой тройке, Мозес, Умарк, Умарк, Оукол. — Да, они вроде бы играют креативно, но если разобрать их игру, они вписываются в систему команды, и, я думаю, у тренера никаких вопросов к ним нет ни по самоотдаче, ни по выполнению определенных заданий. — Это, пожалуй, единственная зона в Йокере, у которого руки-то развязаны. — Да, но не настолько развязаны, чтобы они могли делать, что хотели, вне системы. Вот это самое главное. — Йокерит сегодня сыграл, поэтому по поводу этой команды у нас будет возможность высказаться. Дальше смотрим на те игры, которые были сегодня. В Сочи подопечные Вячеслава Буцаева встречались с ЦСКА. Очень принципиальная встреча, в том числе и для главного тренера Леопардов. И в нынешнем сезоне Сочи не обыгрывал ЦСКА. Предыдущие три встречи завершились победами армейцев, причем дважды с крупным счетом 6-2. Еще была одна победа со счетом 5-3. В этой встрече первыми отличились хозяева. Игорь Радулов забивает. — Ледучин отдал Радулову, сам помчался на ворот в ожидании или отскока, или еще чего-либо. Но Радулов не нашел его пасом, а решил бросить. И этот бросок оказался результативным. — Не очень удачно в том эпизоде сыграл Лаванг. — Конечно, это надо отметить. Ну а здесь от брата не стал отставать младший. И показал, что он все-таки лучший, на мой взгляд, игрок сейчас Компинтальной Хоккейной Лиги. И показал, как он умеет сам создавать себе моменты и их же еще и реализовывать. — Александр Радулов очень здорово выглядел в сегодняшний матч. Выделялся, был заметен, создавал угрозу у чужих ворот. Ну а вот так ЦСКА вновь, впервые в этом матче, выходит вперед Зайцев. — Подкрался Зайцев к воротам. И пас любимого, конечно, шикарный. И оставалось только забить эту шайбу. — За пять минут с лишним до окончания третьего периода все вопросы мог снять Муршик. И армейцы уже даже отпраздновали гол. А главный арбитр этого матча Анатолий Захаров шайбу засчитал. Но потом, проконсультировавшись гол-видео арбитром, принял решение эту шайбу не фиксировать. Но вот на этом повторе хорошо видно, что шайба угодила в каркас ворот. И вот забавный эпизод. Спрашивают тренеры у Муршика, ну что попало. И Муршик так с досадой головой качает. Забавный эпизод. Мы к нему тоже еще вернемся. Сочинцы настоящий штурм устроили в конце третьего периода. И сумели восстановить равновесие. Защитник здорово вдоль синей линии прошел. Упал здесь, конечно, нападающий ЦСКА. И бросок пришелся в сетку ворот. Ну, Любимов в очередной раз доказывает, что умеет он пробивать штрафные броски. И доверяет им Квартальнов. И вот в этой встрече приносит победу ЦСКА. Роман Любимов вообще не случайно надел 13 номер. В этом году он уже в четвертый раз принес победу ЦСКА в булитной серии. Показатель просто шикарный. Да. Помню, как Паше Дацуку пришлось отдавать этот номер. И как раз под ним играл Роман Любимов. Но, видимо, потом он его забрал обратно. И, так скажем, радует нас игрой. И я думаю, тренеры им довольны. Роман Любимов не только радует нас, но он нам еще и отвечает на вопросы. Рассказал о характере сегодняшнего матча. Ну, и также спросили мы его относительно удачного исполнения булитов в этом сезоне. Знаете, мы долго летели, сюда добирались, готовились к игре. И что мы должны были выйти и не играть. Мы всегда выходим и играем. Постараемся показать, что лучше хоккей. Сейчас, ну, вы правильно сказали, должны готовиться к плей-офф. А готовиться к плей-офф надо и вот через такие игры, когда и стычки есть, и в овертайме сыграли. То есть, ну, играли, старались победить. В основном, не получилось время. Хорошо, вот победили по булитам. Все реветно довольны. Все, мы играем и стараемся выиграть, радовать наших болельщиков. Сегодня их очень много было в секторе. Вот, думаю, нас получилось порадовать. Не знаю, все говорят, что булиты от лотереи. Вот, последний булит бил, не забил, сейчас забил, не знаю, ну, где-то везет, где-то, может быть, переигрывал у вратаря, где-то они ошибаются. Вот, не знаю, в чем секрет. Как я сам себе говорю, на месте разберемся. Ну, то есть, как их вратарь будет играть, все от этого зависит. Роман Любимов, нападающий ЦСКА, человек, который принес дополнительное очко сегодня. Мне армейцев, по-моему, скромничает. Роман, я как раз считаю, что булиты – это ни в коем случае не лотерея. Обычно о лотереи говорят те, которые проигрывают матч в булитной перестрелке. Ну, здесь, конечно, мастерство индивидуально, отдельно взятого игрока, поэтому тоже можно понять и тех, кто проигрывает. Потому что, бывает, складываются матчи, что по игре ты вроде бы ведешь, да, во всех компонентах. Но тут штанга, тут еще что-то. И, казалось бы, вот сейчас бы еще один период, да, или дополнительное время, еще чуть-чуть, и мы забьем. И тут булиты, и, ну, как говорится, тот, кто проигрывает, конечно, ты прав, тому обидно. Но все-таки, вот мое личное мнение, что булиты – это лотерея. И я бы все-таки заканчивал, ну, важный матч. Конечно, регулярка – это регулярка, но вот плей-офф однозначно должен быть до золотого гола. Сочи сегодня проиграл и не добрал два очка, которые бы позволили сочинской команде выйти в плей-офф. Да, есть еще одна встреча, и у Сочи хорошие шансы на плей-офф. Но ведь сегодня было очень много сил оставлено вот на эту концовку, чтобы отыграться. Как бы хватило этих сил на последнюю игру? Ну, в любом случае, Сочи начало уже сегодня. Можно было отставить СКА и сказать, что ладно, мы сейчас побережем, но у более легкого соперника очки-то мы точно возьмем. Но Сочи показало, что они умеют играть на равных с лидером чемпионата. Но вот не хватило, да, возможно, как раз этих чуть-чуть силенок-то и не хватит в следующем матче. Ну, посмотрим, я думаю, что должна подойти одна игра, что себя беречь. Я думаю, успеют подготовиться и покажут хоккей хороший. Посмотрим, какой хоккей покажут в последнем матче хоккеисты Сочи. Отправляемся в Братиславу. Слован принимал питерский СКА. Армейцы этим матчем заканчивали для себя первый этап чемпионата. Ну и для команды Быкова, конечно, желательно было победить. Ну, во-первых, для того, чтобы реабилитироваться перед болельщиками за поражение в прошлом матче. Ну и, во-вторых, чтобы гарантировать себе серебряные медали по итогам регулярного чемпионата. Однако эта встреча очень непросто складывалась для гостей. Первую шайбу они пропустили от Гудочка. Смело здесь сел под шайбу Юдин, но от него шайба отскакивает Гудочку. Не успели ему помешать бросить игроки СКА. Это уже второй период и второе взятие ворот Коскини на автор гола Тичер. Надь пасует защитника, защитник набрасывает с кистей. И перед воротами в это время проезжает Тичер и переправляет шайбу. Шайба залетает в ворота Коскини. 2-0 после двух периодов в пользу хозяев. А вот так была заброшена третья шайба Слованом. Очень классную комбинацию разыграли. И последний бросок был на счету Мигалика. Да, красивая комбинация. И отметим Мигалика. Все-таки включился он в атаку. Не стал просто катиться, а ускорился. Ну и, конечно, пас отмечаем. И бросок Мигалика просто отличный. СКА. СКА. Похватился. СКА. Похватился. Пошел в атаку. Заработал булит. И Патрик Торресон его очень уверенно реализовал. Да, умеет он исполнять броски. И точно хладнокровно между ног посылает шайбу. Еще одна шайба была заброшена питерцами. И на сей раз уже другой легионер забрасывает Роман Червинг. При входе в зону Ковальчук сильно бросает. И Червенко находит отскок первым. И из круга вбрасывания достигает цели его бросок. СКА снял вратаря. Получил сначала в пустые ворота одну шайбу. Ладислав Надь ее отправил в цель. Ну а потом была заброшена и вторая шайба. Таким же способом Иван Баранко. Поздно, поздно СКА начал играть. И поздно они спохватились. Как и в предыдущей игре с Атлантом. То же самое. Сначала не играли. Непонятно чем занимались. А потом, когда уже поняли, что надо играть и надо выигрывать. Заиграли. Хорошо заиграли. Но не хватило времени. И удача порой отворачивается. И так сразу резко не может прийти. СКА вообще-то сегодня проиграл трем звеньям. Опять недокомплект в составе Слована. Ну и такой... Не знаю, чем это объяснить. На самом деле, наверное, стоит задуматься питерцам с таким составом. Но ребята все мастера. И можно выходить просто... Не скажу, что на одном коньке. Они просто на мастерстве должны были выйти. И эти три звена сегодня затоптать. И должны были использовать свои моменты. Просто должны выигрывать были. Тут как-то непонятная... Вторая непонятная игра. И Илья Ковальчук говорит о том, что... По крайней мере в игре с Атлантом. Он говорит, не понимаю. Мы не играли в свою игру. Все периоды непонятно чем занимались. Если они так продолжат играть и в плей-офф, им будет очень тяжело. Еще одна команда сегодня вышла с недокомплектом. Речь идет о Медвещаке. Но он нас уже к этому приучил, равно как и Слован. В гости к загрехской команды пожаловал Йокерит. Фаворит предстоящего плей-офф. Но в этом сезоне Медвещак очень удачно играл против финской команды. Давайте посмотрим, как очередное свидание между нероссийскими представителями состоялось. Такая международная встреча. Итак, первый период и шайба в исполнении пёсти. Очень технично в этом эпизоде сыграл финский хоккеист. Саллинин пытался обыграть игроков Медвещака. Подсунул под ноги, но шайба осталась у пёсти. Выбрал он здорово под себя и шайбу под планку отправил. Вот здесь Медвещак сравнивает счёт. Отличился Саша Мартинович. Да, такая хорошая пауза у него была. И на противоходе игрока убрал. И бросил. Надо, конечно, отдать должное игроку, который просто закрыл полностью обзор вратарю Йокерит. Во втором отрезке Медвещак сумел выйти вперёд. Прижались игроки Йокерита к воротам. Позволяли бросать. И вот очередной бросок Флада достиг цели. Но и надо, наверное, всё-таки вопрос какие-то предъявить к вратарю. Мог он эту шайбу поймать. И как-то неуклюже перемещался, находясь при этом на колене. То есть Карлсон просто в этой ситуации и в этом голе он не выручил. Спустя минуту и 20 секунд Медвещак уходит в отрыв. Сами себе привезли шайбу игроки Йокерита. И пёсть ошибся, начал обводить рядом с пятаком. И его же игрок, не смог он найти игрока после этой ошибки, его же игрок и забил шайбу с пятака. Просто себе проблемы создавали игроки Йокерита первую половину игры. Ещё две шайбы были заброшены в этом отрезке во втором периоде. Сначала Йокерит сокращает отставание до минимума. Отличился Петри Виртанен. Играли в большинстве. Защитник Якола сподобился на бросок с неудобной. И вот Виртанен нашёл эту шайбу, и три игрока Медвещака не могли ничего поделать. И забил он гол. Ещё до перерыва Медвещак вновь оформил отрыв в две шайбы. Пелетье забивает второй гол в матче. Да, как-то слишком спокойно дали Пелетье убежать. Два игрока вообще смотрели, как он ускоряется. А третий уже поздно решил его догнать, тем самым позволив забить ему красивую голову с выходом 1 на 1 с вратарём. И вот при таком счёте команды ушли на второй перерыв. И если бы встреча закончилась победой Медвещака, то Йокерит выходил бы на Минское Динамо. В первом раунде такое ощущение, что в этом перерыве они передумали. Проснулись, да, как будто нет. Давайте хоть начнём играть. И Хухтал сначала отлично просто среди трёх игроков продрался с неудобной, забил гол. А дальше уже Карпикари, защитник, включился в атаку. Нашли его пасом и прошил вратаря. Между ног он попадает игроку обороны Медвещака. И также между ног шайба залетает всё-таки в ворот. Ну, а булитная серия просто Хухтал разобрался и показал, как надо спокойно, хладнокровно исполнять булит. Чуть-чуть он тут развернулся коньками. Хартикайна нас вот таким вот катанием очень часто радует. Финская специфика, наверное, какая-то, потому что у нас немногие хоккеисты вот таким вот образом катаются. Йокерит побеждает, набирает два очка. И Йокерит по-прежнему сохраняет шансы на то, чтобы взять третью позицию и сыграть в первом раунде против Локомотива. Только вопрос, хочет ли он с Локомотивом играть. Медвещак начал сезон с поражения, и он же с поражением его и закончил. Констатируем завоевание серебряных медалей хоккеистами СКА. Московские «Динамовцы» сегодня уступили в Лужниках в матче против «Торпеда». Они ввели со счетом 2-0, но проиграли 2-3. Ну, еще одна встреча сегодня состоялась. В Подольске «Витязь» уступил Череповецкой «Северсталь». Это означает, что и «Северсталь» сохраняет шансы на попадание в плей-офф. Тем более, помог еще и «Сочи». Давайте смотреть наши рубрики и перемещаемся к самому любопытному моменту по итогам большого игрового дня, который включил в себя 11 матчей. И мы выбрали вот какой эпизод. 5.50 остается до окончания третьего периода. Муршик бросает в штангу. Но, глядя на арбитра, он начинает праздновать этот гол. Ну, молодец. Пускай разбираются арбитры. Главное поднять руку. Это их работа. И там есть видеогол судья. И пусть они смотрят. Зачем ему голову этим забивать? Я бы сделал то же самое. Ну, и здесь главная реакция, конечно, Муршик. Он понимал, что не попал и согласился. Но это только своим он, конечно же, сказал. Он же не поедет к суде говорить о том, что, слушай, гола не было, можешь не смотреть. Ну, да. Тройка лучших хоккеистов после сегодняшнего дня. Паскаль Пелетти отличную встречу провел в Загребе. Во всех шайбах своей команды поучаствовал. 2 плюс 2 у него показатель. 36 сейвов Павла Пулуэктова позволили Борису обыграть Дом и Сибирь. Ну, и Барри Брат сегодня не пропускал. Со всеми бросками хоккеистов автомобилиста он справился. Смотрим на турнирные таблицы. Уже есть некоторая ясность. И уже у нас известны две пары плей-офф. Если мы говорим о Западе, то здесь СКА Торпеда. Вот такая у нас пара получается в первом раунде. Если бы проиграл, мы бы узнали все четыре пары. Но только непонятен был бы соперник ЦСКА по первому раунду. Потенциально против ЦСКА могут сыграть кисты Сочи, кисты Северстали и Атланта. Вот так вот все интересно у нас будет в последний игровой день чемпионата. Ну, вот Северсталь переместилась на одну строчку. И Северсталь теперь отстает на один балл от Сочи. Северсталь последнюю встречу пройдет на выезде против Локомотива. Акбарс возвращает себе первую позицию. Но здесь тоже борьба с Магниткой за первую строчку. Разница между этими командами в одну очко. Сибирь остается у нас на второй позиции. И известна тоже одна пара. Это Авангард Борис. Места с 9 по 14. Эти команды уже отсечены от плей-офф. Если завтра плей-офф, давайте смотреть. Ну, плей-офф у нас уже фактически послезавтра. Но если бы он был завтра, вот что бы получилось. ЦСКА Сочи. СКА Торпеда. Это уже константа. Да, здесь уже ничего не меняется. Динамо Москва Локомотив. Высокая вероятность встречи. Йокерит. Динамо Минск. Тоже высокая вероятность. Свидание в первом раунде. СКА провел все 60 матчей в регулярном чемпионате. Равно как и еще одна команда. Это Медвещак. Восток. Акбар Савтонглис. Сибирь Салават Юлаев. Магнитка Трактор. Авангард. Борис. Вот эти 8 команд уже точно сыграют в плей-офф. Только пока непонятно, кто против кого. Вот такой вот, друзья, день. Большой день. 11 матчей в себя включил. Завтра выходной. Регулярный чемпионат финиширует 24-го числа во вторник. Владимир Гучек, Александр Гуськов. Сегодня были в студии КХЛ-ТВ. Весь день. До свидания. До свидания и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова